Всем привет! Меня зовут Вера Курбатова. Я руководитель образовательных проектов фонда «Обнаженные сердца». Прямо сейчас я нахожусь в Государственном учреждении здравоохранения Тульской области «Клинический центр детской психоневрологии» имени Бориса Давыдовича Зубицкого. В стенах этого центра работает замечательная команда специалистов с большим опытом и знаниями, которые они получают в том числе в рамках многолетнего совместного проекта с фондом «Обнаженные сердца». Вместе со специалистами центра я записываю новый шестой сезон подкаста «Инклюзии жизни», который будет посвящен церебральному параличу. В этом сезоне я постараюсь получить ответы на важные вопросы, которые я часто слышу от родителей и специалистов. Например, что такое церебральный паралич, как помочь ребенку передвигаться самостоятельно, как выглядит реабилитация мечты, зачем детям уколы бутылотоксинов, как безопасно накормить ребенка с церебральным параличом и многие другие вопросы. Кстати, мы стараемся не использовать аббревиатуру «ДЦП», потому что церебральный паралич бывает не только у детей. Но в названиях к эпизодам пришлось все-таки оставить, чтобы нас могли найти и в поисковике. Ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии и делитесь информацией с теми, кому она может пригодиться. Мы в процессе записи этого сезона решили сделать отдельный выпуск, такой, может быть, не совсем очевидный для слушателей, про сбор средств на детей, у которых церебральный паралич. Вообще, я сама работаю в благотворительности уже много лет, и я тоже замечаю, что сбор средств именно на детей с церебральным параличом, он довольно популярен. Видимо, на эти нужды легко деньги собрать. Ну или легче, возможно, чем на какие-то другие нарушения в развитии, тем более аутизм или что-то более сложное. Со мной сегодня снова эксперты Григорьева Елена, врач-невролог высшей категории, психиатр, заведующая Центром лечения детей с церебральным параличом. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. И Чебисов Илья, врач-травматолог-ортопед, врач физической и реабилитационной медицины, заведующий отделением, специалист по ботулинотерапии и ортезированию. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну почему мы решили поговорить о сборе средств? Вот как будто бы причём здесь мы, да, причём здесь вы, но тема при этом очень важная. Что не так со сбором средств на детей с церебральным параличом? Как мы уже говорили, мы стараемся в своей работе придерживаться методов реабилитации с доказанной эффективностью. И приходится часто сталкиваться, что родители собирают средства на лечение теми методами, которые не только не доказали свою эффективность в реабилитации церебрального паралича, но и признаны мироимым сообществом вредными и опасными. И, к сожалению, имели уже опыт, когда дети, те, которых мы наблюдали, после таких курсов реабилитации получали серьёзные жизнеугрожающие осложнения, ну и, к сожалению, и не только осложнения, но и с неблагоприятными исходами. Но вопрос получается не в родителях, а в фондах или в тех грантодающих, деньгодающих организаций, которые осуществляют контроль? Здесь достаточно сложный вопрос, потому что есть ряд организаций, которые, в принципе, не имеют медицинской лицензии, тем не менее, берутся за вопрос реабилитации пациентов с церебральным параличом. Есть организации вполне достойные, которые проводят лечение и методами с доказанной эффективностью. Но здесь нужно понимать, что никакое курсовое лечение, один курс реабилитации и даже два, три, пять курсов реабилитации не решат проблем ребёнка с таким сложным заболеванием. И я вижу здесь сложность в том, что родители, опять же, уверовав в какой-то волшебный метод, волшебную таблетку, ждут от вот этих затрат средств, часто колоссальных средств, какого-то волшебного эффекта. И не получив его, отчаиваются вообще в реабилитации и не выполняют даже того, чего они могли бы сделать для своего ребёнка. А на что чаще всего собирают средства родители? Ну, чаще всего это, наверное, всё-таки являются какие-то программы реабилитации в платных центрах и технические средства реабилитации. Ну вот про технические средства мы говорили с вами подробно. Там что-то не то можно попросить? Нет, чаще всего родители достаточно хорошо изучают этот вопрос. Они обсуждаются с лечащим доктором. Если лечащий доктор разбирается в тех технических средствах, которые сейчас существуют на рынке, те, которые он назначает, разбирается в вопросе проблем этого ребёнка, то он, наверное, здесь ошибки быть не может, потому что они все есть, довольно-таки широко представлены. И порой родители очень часто сами ездят в какие-то выставочные залы, они примеряют кресло, пробуют там посидеть, и после этого они начинают сбор уже на конкретное какое-то кресло, которое им понравилось, которое им подошло, и устраивает полностью по характеристикам. Получается, лучше всего просить деньги на технические средства? Очень тонкий здесь момент на самом деле. Собирать средства можно как и на реабилитацию, так и на технические средства. Нет ничего плохого в том, чтобы собрать деньги на реабилитацию, если у вас нет другой возможности её как-то получить, потому что понятно, что вам надо, чтобы ребёнка кто-то посмотрел, вам надо, чтобы с ним позанимались и показали вам, как заниматься дома и что делать дома. На самом деле сейчас у нас в доступе, в центральном, по крайней мере, регионе, достаточное количество реабилитационных центров федерального значения, нефедерального значения, которые достаточно в большом объёме предоставляют реабилитационную помощь пациентам с церебральным параличом. И нет никаких сложностей, чтобы туда попасть. Я имею в виду бесплатных центров, которые на государственной основе оказывают помощь таким детям. Поэтому, по крайней мере, в центральном регионе точно нет никаких сложностей получить реабилитационную помощь бесплатно. Нет, я понимаю Илью, который говорит про то, что всё-таки можно на это просить. Но я также понимаю, что получить реабилитацию сегодня возможность есть. Но тогда вопрос, на что собирать деньги? Уместно ли вообще, этично ли собирать деньги на то, чтобы ребёнок с церебральным параличом пошёл? Здесь как раз очень важный вопрос. Правильно, постановки цели реабилитации. Когда мы говорим, например, о ребёнке 4-5 уровня, когда мы понимаем, всё медицинское сообщество понимает, что ребёнок этот ни при каких методах лечения, ни при каких чудесных таблетках, ни при каких чудесных уколах не сможет передвигаться самостоятельно, то цели реабилитации немножко другие. И если родителям кто-то обещает, какой-то центр за какие-то деньги обещают, что такой ребёнок у них будет через один курс, через год, через два реабилитации будет сходить самостоятельно, то мы понимаем, что это откровенная ложь. И, соответственно, я не только как доктор, но и как родитель не могу поощрять такие вот манипуляции с родителями, когда им дают надежду, ложную надежду, которая потом, опять же, приводит к их разочарованию. Потерю мотивации. Потерю мотивации к дальнейшей реабилитации такого ребёнка, когда на самом деле очень много чего можно сделать для улучшения его состояния и качества жизни. Ну, давайте тогда и перечислим, на что всё-таки корректно, этично и правильно просить деньги от благотворительных фондов или в соцсетях, если мы говорим про какие-то, может быть, частные сборы средств. На самом деле мы тоже очень активно пользуемся благотворительностью и по сложным техническим средствам ежегодно под эгитой нашего представителя по защите прав ребёнка проводится акция «Белый цветок», по которой наши пациенты 4-5, иногда больше получают сложные технические средства за счёт именно сбора средств, организованного сбора средств. Эта программа уже много лет действует, и многие наши пациенты получили очень дорогостоящие, очень сложные технические средства, которые им необходимы для нормальной реабилитации детей. Поэтому мы активно приветствуем сбор средств на технические средства реабилитации, сложные, которые можно получить через социальный фонд, но это достаточно сложный процесс и занимает много времени, да, потому что это сложные средства, индивидуальные средства, и их иногда производство, иногда закупка занимает достаточно большой промежуток времени. Кроме этого, очень активно мы приветствуем адаптивный спорт. И это, во-первых, и мотивирует ребёнка и семью, и даёт колоссальный прогресс в реабилитации, потому что дети очень заинтересованы в результате и активно включаются и в физическую реабилитацию, и вот тренировки, поездки на сборы очень их мотивирует. Поэтому любой адаптивный спорт, который доступен пациенту, а это вот, как я уже говорила, и сладж-хоккей, и горные лыжи, у нас есть тэквондо адаптивное вот в нашем регионе. Мы очень приветствуем сбор средств и участие детей в таких программах. Илья, на что ещё можно попросить? Как нам сориентировать грантодателей или организации, которые выдают средства, как они должны коммуницировать и на что они должны собирать? Ну, помимо технических средств и адаптивного спорта. Ну, как я уже сказал, несмотря на то, что у людей есть возможность попадать в государственные лечебные учреждения, есть ряд причин, по которым нет возможности полежать или ещё что-то, поэтому я не вижу прям сильного криминала в том, что люди ходят в частные центры, то если мы собираем средства на них, мы должны понимать, работают ли они там всё-таки с методиками с доказанной эффективностью, а не с теми методами, которые могут навредить ребёнку. На самом деле я считаю, что ответственный спонсор должен хотя бы понимать, есть ли медицинская лицензия у этой организации, которая собирается предоставить реабилитационные услуги. А напомните мне, пожалуйста, вот все эти авторские методики, они всё-таки работают. Я знаю, мы с вами говорили частично в разных эпизодах, но я правильно услышала, что авторские методики, они, как правило, не работают? Мы основываемся всё-таки на международных исследованиях, и согласно этим данным, авторские методики не имеют достаточных доказательств их эффективности. Мы не можем говорить согласно этим данным, что они приносят какой-то вред, но и доказанной эффективности, чтобы вкладывать в это средство, тоже, к сожалению, таких данных нет. Ну, а давайте, может быть, перейдём к примерам, потому что так в целом стало понятно, на что собирать деньги и на что обращать внимание, самое главное, родителям, в том числе, чтобы не потерять время, не потерять... Ну, деньги в данном случае они это получают бесплатно, например, но не потерять мотивацию. С какими случаями вы сталкивались в своей практике? Почему действительно мы об этом говорим? Почему это так важно? Ну, наиболее печальными, на мой взгляд, являются случаи, когда мы имеем противопоказания у конкретного ребёнка к каким-то методам реабилитации и не находим понимания со стороны родителей. Например, в нашей ситуации достаточно часто встречаются пациенты с эрбральным параличом, имеющим, кроме основного вот этого двигательного расстройства, ещё и эпилепсию. И когда эпилепсия в приступном периоде, некоторые методы реабилитации не рекомендуется применять в это время. Несмотря на наши рекомендации, родители пренебрегают этим предупреждением и в центрах коммерческих получают те процедуры, которые мы не рекомендовали. Это часто приводит к ухудшению течения эпилепсии, и иногда это бывает настолько неконтролируемо, что даже то, что мы могли проводить до этого, те методы, которые были возможны к применению, после вот этого ухудшения становятся недоступны. То есть вместо положительного эффекта семья получает отрицательный эффект после такого лечения. И откат, да. И откат, а самое главное, невозможность активной реабилитации в дальнейшем. Но я не то чтобы призываю вас пугать слушателей и меня, но, может быть, ещё какие-то случаи вы вспомните, когда действительно родители получали вот что-то от организаций, которые выдавали это бесплатно, но при этом имели потом негативные последствия. Ну, у нас грустный такой был случай. Это был платный центр. Ребёнок был с пороком сердца, с сердечной недостаточностью, и были ограничения от кардиолога. И мы также не рекомендовали активные физические нагрузки, потому что ребёнок имел не компенсированную сердечную недостаточность. Ну и вот после, на обратной дороге, после проведения вот такой реабилитации в платном центре ребёнок погиб. Ну, то есть это говорит о том, что организации, которые выдают средства, они не видят всей картины целиком, они, как правило, не знакомы с анамнезом, они видят только какую-то часть или какой-то блок, с которым они могут помочь, они пытаются помочь, но... Но не учитывают до возможных осложнений и общего состояния ребёнка, других его сопутствующих заболеваний. Мы всё-таки, как медицинская организация, государственная организация, мы не можем это игнорировать. И, конечно, мы всегда очень трепетно относимся к противопоказаниям и объясняем родителям, почему мы не рекомендуем делать тот или иной метод лечения. Но, к сожалению, не всегда находим понимание со стороны родителей. А вред от неправильных технических средств может быть? Совершенно верно, может. То есть если мы располагаемся не в правильном положении, если оно нам не подходит как-то по размерам, во-первых, это будет дискомфорт для самого ребёнка, какие-то болевые ощущения будут появляться, он, естественно, не будет его использовать как вариант, потому что, ну, если ребёнку некомфортно, больно или ещё что-то, то зачем его использовать, да? Он будет постоянно капризничать, родители в итоге, вот то, на что они собирали деньги, там, если оно им не подходит, то оно просто будет стоять без надобности. Также, если оно не полностью корректирует его вот костно-мышечный статус, то есть, да, не в ровном позиции он находится, не в правильном положении находятся суставы, то будут формироваться ортопедические вторичные осложнения, такие как там ретракции, мышц контрактуры и прочее. Ну, то есть, я правильно понимаю, что, скорее всего, родителям лучше всего обратиться в центр, получить помощь, поддержку, выписку и понимание того, из чего будет состоять реабилитация ребёнка, и вот только после этого уже вот с этим пониманием может быть просить у каких-то организаций на что-то очень конкретное, да, посоветовавшись с вами. Ну, если мы берём наших пациентов, то они так и делают. Если же мы берём, ну, не нашу область, наверное, то им действительно нужна консультация просто их лечащего врача с тем, что он рекомендует им использовать. И второй момент, если лечащий врач не очень хорошо разбирается в технических средствах реабилитации или ещё что-то, сейчас очень много появилось специалистов именно по подбору технических средств реабилитации. И люди могут обратиться вот с рекомендациями врача к специалисту по подбору, у которого, да, там, в лучшем случае есть выставочный какой-то зал, и они ещё примерят разные технические средства реабилитации. И, исходя из этого, да, вот удобно ребёнку, неудобно и так далее, они будут уже собирать на то или иное средство реабилитации, которое им точно подходит, которое они там протестировали, померили и знают то, что им такое именно и нужно. Этот специалист так и называется? Специалист по подбору технических средств? Да, эти специалисты сейчас работают как при каких-то ортопедических крупных центрах, при ортопедических магазинах, при ортопедических организациях, так и есть частно практикующие в достаточном количестве, когда вот они могут и продемонстрировать конкретные модели, и наши многие родители уже пользуются этим. К сожалению, у нас в Туле пока это не очень развито, но едут в Москву и примеряют технические средства, примеряют ортезы предлагаемые. То есть это достаточно развитая уже отрасль. А скажите, пожалуйста, а можно, например, получить что-то в одном регионе, а потом прикрепиться к другому и там получить уже недостающие? Ну, к сожалению, так сделать нельзя, ввиду того, что индивидуальная программа реабилитации выдаётся по месту регистрации. То есть в теории она, да, есть вот дети, которым она выдаётся на год. Если вы её в этот год получили в этом регионе, и в течение года вы получили все технические средства реабилитации, а потом переехали в другой регион, то да, вы уже можете, если вы получили там регистрацию, прописку, то оформлять инвалидность по месту нового жительства. И уже будут действовать, так сказать, правила и... И условия другого региона. Условия те, которые есть в этом регионе, совершенно верно. На самом деле, не знаю, это, наверное, заслуга нашего руководителя, что наше правительство очень прислушивается к мнению специалистов нашего центра и при формировании региональной программы, в том числе и вот в нашей организации, правительство наше запрашивало наши пожелания, какие бы технические средства мы хотели включить именно в региональный перечень, тот, который будет финансироваться из бюджета области. И то же самое наши активные позиции в плане адаптивного спорта, это же финансируется, как правило, тоже и из регионального бюджета, поэтому активность родителей, активность врачей позволяет развивать это всё именно в нашем регионе. Поэтому я думаю, что и в других регионах это всё реально. Ну, это очень здорово, такое движение и снизу, и сверху. А что вы просили внести в этот список? Вот есть какой-то топ-5 или, я не знаю, топ-10 средств? Средств. Конкретно самая большая проблема то, что в федеральном списке у нас оказана опора для стояния, это не всегда то средство, которое нужно для вертикализации пациентов. Поэтому мы рекомендовали в нашем федеральном списке конкретизировать, что это вертикализатор с множественными поддержками. То есть это более дорогой вариант опоры для стояния, который, к сожалению, в федеральном списке на данный момент не включён. Но и более нужный, соответственно, более дорогой. Не всем пациентам, но особенно сложной категории наших детей именно нужно, как я уже говорила, с дополнительными функциями, такими как возможность разведения в тазобедренных суставах при вертикализации, что не реализуемое в опоре для стояния обычной. Поэтому вот наша область в этом плане продвигается, в плане финансирования именно из бюджета региона. Но к вам, наверное, все стараются попасть, да, и едут со всех концов? Или тоже так нельзя? Только можно из региона? Ну, наш центр региональный, поэтому в основном всё-таки мы оказываем помощь жителям нашего региона. Если у нас есть такая возможность в рамках объёмов медицинской помощи, конечно, мы не отказываем жителям и других регионов. Это у нас достаточно давно уже действует, и очень из многих регионов России и у нас пациенты пролечились и продолжают приезжать. Обычно для этого на адрес нашего учреждения родители присылают письмо, мы проводим телемедицинскую консультацию, определяем возможность помощи такому ребёнку, можем ли мы чем-то тут помочь, тем, чего они не могут получить по своему месту жительства. И если действительно есть показания конкретно к реабилитации у нас, да, такие случаи у нас есть. Я ещё, знаете, что хотела спросить? Возможно, это последний вопрос. Особенно это стало актуально после ковида. Много ли можно перенести в онлайн? То есть всё ли нужно делать именно в оффлайн, что касается ребёнка с церебральным параличом? Ну, после ковида действительно у нас увеличилось количество дистанционных консультаций. У нас на сайте центра начала формироваться библиотека знаний, поскольку не было у некоторых пациентов возможности посещать наш центр. И наши инструктора, методисты, они записывали упражнения, программы, которые люди могут, включив видео, повторять просто за ними, соответственно, дома. Как делать растяжки, ещё что-то. То есть вот эти вот все моменты, они стали добавляться в онлайн-формате. Именно то, что касается врачебной части, то оценить мышечный тонус, определить подвижность сустава, объём движения сустава, ещё что-то, это тяжело сделать по видео. То есть здесь в любом случае пальпации пациентов, его визуальный осмотр, проведение гониометрии, оно делается именно при личной встрече. То есть не всегда для этого необходима госпитализация. Понятно, что это может быть просто амбулаторный, вот приехал, посмотрели и поехал домой. А некоторым детям, вот особенно там четвёртый, пятый уровень, всё-таки онлайн что-то делать было бы довольно-таки тяжеловато. То есть это чаще у нас сохранялось для них, госпитализация, даже в ковидные времена. Понятно. Спасибо большое. Вам спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok